Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, в этом цикле публикаций я хочу рассмотреть экономику секретного способа производства. Политаризма или азиатского способа производства. АСП. Секретного потому, что его изучение было запрещено. В учебных заведениях Советского Союза. И понятно почему. Политаризм, согласно классикам марксизма-ленинизма, хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. Если же его официально изучали бы в СССР, то даже школьникам стало бы ясно, что у нас нет никакого социализма. А у нас классический политаризм. Подробный мой ролик о политаризме будет на конечной заставке. Вместе с тем здесь есть вопросы. Сила в нашем мире – часто обратная сторона слабости. И, наверное, как нигде это очень наглядно проявилось в экономике политаризма. Его экономика в 20 веке не раз оказывалась не просто эффективнее, а намного эффективнее экономик самых развитых стран. Именно эти вопросы я и хочу рассмотреть, а также показать, какой великий экономический шанс упустил наш нынешний президент Владимир Путин. Самой эффективной экономической моделью в нашем мире была сталинская экономическая модель. Впрочем, здесь не будет преувеличением даже сказать, что она была не просто самой эффективной, а она была просто немыслимо эффективной. По-настоящему впечатляюще она проявила свою эффективность дважды в годы первых пятилеток и в годы Великой Отечественной войны. Причем наиболее впечатляюще она себя проявила именно в годы Великой Отечественной войны. Но начнем ее рассмотрение мы, понятно, с первых пятилеток и с индустриализацией. В прошлой публикации я уже сказал, что немногим более чем за 10 лет индустриализации ВВП Советского Союза вырос в 6 раз. А вчера еще аграрная страна заняла второе место в мире после Соединенных Штатов по выпуску промышленной продукции. И подобного история человечество не знает. Впрочем, как я уже сказал, в годы Великой Отечественной войны наша экономика проявила себя еще более эффективной, чем даже в годы индустриализации. Но беда здесь в чем? Западная пропаганда, как, впрочем, современная российская, предпочитала и предпочитают об этом помалкивать. Советская же пропаганда в свое время объясняла это только преимуществами советского социалистического строя и трудовым героизмом советских людей. Совершенно замалчивая суть. Более того, истинная причина потрясающих сталинских экономических успехов, похоже, по сей день остается засекреченной. Мне лично ответить на вопрос, каким образом Сталину удалось добиться экономических успехов, которые больше не смог повторить никто и никогда, удалось только после изучения курса военной экономики, военного училища. Понятно, секретного курса. Самое же главное, я вижу, что ответа на этот вопрос не знают и современные экономисты. А понятно, что прежде чем работать над данным циклом публикации, я проработал много материалов современных экономистов. И скажу прямо, я просто поразился. Насколько же наше, с позволения сказать, современная экономическая элита не владеет данным предметом? Я уже сказал, что главная здесь вина, безусловно, лежит на Владимире Путине. Но не только. В значительной мере с ним разделяет ответственность и наша экономическая элита. Сегодня наша экономическая элита даже и близко не понимает, что причина потрясающих успехов в сталинской экономике только в одном. В ее экстенсивном характере. Конечно, обычный человек меня вправе спросить, что такое экстенсивный характер экономики. Но лучшее я не буду разъяснять. Лучше я расскажу подробно, как сталинская экономика развивалась. И надеюсь, из моего рассказа это просто станет понятно. Так, я думаю, будет доходчивее. Экстенсивный характер экономики в условиях монополии государственной на общественную собственность, на средства производства, да, способен позволить превзойти по эффективности самые могучие экономики в нашем мире. Но здесь есть но. И очень большое но. Во-первых, это преимущество на относительно короткий период. А во-вторых, это кредит у будущих поколений. И очень тяжелый кредит. И однажды этот кредит приходится платить. И платить очень дорогой ценой. Экстенсивный характер экономики однажды неизбежно обворачивается во вред. И бьет беспощадным бумерангом. И именно это у нас и произошло. И именно это привело к развалу Советскому Союзу. По большому счету, в том, что развалился Советский Союз, виноват Сталин. И только Сталин. Как бы это сейчас ни невероятно не звучало. Самое же главное, мы этот сталинский кредит у нас с вами не погасили по сей день. Наши деды и отцы, благодаря Сталину, получается, взяли этот кредит, взяли эти ресурсы у нас с вами. И мы до сих пор, еще по сей день, не сумели восполнить данную обувь. Правда, ее можно было восполнить. Удачный пример есть в современном Китае. Пример реформ Дантьяупина. Но Путин, увы, далеко не Дантьяупин. Но понять происходящее в российской экономике, думаю, пора нам всем. Тем более, что это далеко не так сложно, как кажется. И именно это я и хочу помочь нам всем сделать данным циклом публикации. В продолжениях мы рассмотрим это самое сталинское экономическое чудо, которое, понятно и близко, никаким экономическим чудом не является. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечные заставки?